27 сентября вся страна празднует один из самых важных праздников – День воспитателя и работников дошкольного образования. Отметим, что празднование такого знаменательного события началось в 2004 году. Тогда корреспонденты издания «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное образование» и «Обруч» обратились к народу с просьбой обратить внимание на дошкольное образовательное учреждение. Журналисты отмечали, что педагогов дошкольного образования должны почитать не меньше школьных учителей. В обществе идею поддержали и президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ. Сегодня воспитатель – это один из первых людей в жизни ребенка, помимо родителей, которые вносят весомый вклад в становление и развитие личности. Так, педагоги дошкольного образовательного учреждения номер 11 «Светлячок» рассказали о плюсах данной профессии. Я люблю эту работу, люблю очень детей, люблю, когда они радуются, люблю в их глазах видеть улыбки, яркие глазки, когда светятся, люблю приносить добро. Меня это очень устраивает и детей, поэтому я как-то… лучшей профессии, по-моему, для меня лично нет. Профессия воспитателя детского сада имеет большое значение не только для детей, но и для всего общества. Ведь воспитатель влияет на формирование личности, интеллекта, творчества и эмоциональности. Кроме того, важно отметить, что воспитатель – это друг и наставник для детей, которые доверяют ему свои самые лучшие годы жизни. Педагог вкладывает в ребенка все свои знания и опыт. Большую честь стоит отдать воспитателям, которые помогают адаптироваться детям с проблемами здоровья и задержки речи. Назриад Гамзаева рассказывает, с какими трудностями сталкивается она в работе с особенными детьми. У нас коррекционная группа, мы набираем детей на один год. Вот у нас каждый раз мы набираем из каждого группы, которые с нарушениями, со звуками. И пока мы привыкаем к ним, пока успели полюбить, мы уже их сильно полюбили, и они уже у нас уходят. Вот это, конечно, чуть-чуть сложновато – отпускать детей, которые вот только начинаем друг друга понимать, друг друга полюбить. Вот это сложность, вот то, что чуть-чуть тяжело вот с этим, потому что мы не 4 года обучаем их, а где-то год-два года к нам только дети приходят. Героини нашего сюжета отдали своей профессии воспитателям более 40 лет и ни разу не думали о смене профессии. По их словам, очень сложно оставить улыбки детей и их любовь. Для педагогов это прилив энергии и сил. Сегодня они решили поделиться с нами самыми яркими воспоминаниями за время своей деятельности. Самые яркие – это, конечно, у нас обучаются, мы занятия все делаем, но самое любимое занятие – это развлечения, досуги. И утренники, конечно, дети любят очень, любят переодеваться в разные персонажи, в мишки, в зайчики. Это приносит им огромную радость. А если радостно и им, то, конечно, радостно и воспитателю. Самые яркие воспоминания – это бывают вопросы такие необычные от детей. Вот был вопрос, когда у нас была тема, какую пользу дают наши руки, и ребенок мне говорит, хорошо, мы вот все, что вокруг нас, это, конечно, руками мы понимаем. А вот Земля, планета, чьими руками создали? Вы знаете, это было приятно для ребенка услышать такой вопрос, и не знаешь, как же я ответил на этот вопрос. Это было для меня, конечно, самый яркий, интересный момент, когда ребенок задает такие вопросы, что дети все больше и больше развиваются, больше знают, чем раньше. В этот день главную роль в празднике играют дети. Они готовят концерты, спектакли, утренники, где выражают слова благодарности педагогам. Но и сами педагоги не остаются в стороне и поздравляют своих коллег. Коллегам я желаю терпения, в первую очередь, хороших детей, понимающих родителей и, конечно же, здоровья всем. Я желаю в этот день самый хороший, по-моему, праздник. Он везде всесоюзный. Я хочу новым воспитателям пожелать, чтобы они были не скупы к доброте, к вниманию детям, чтобы больше дарили им ласки, добра. Это им на будущее, это всегда пригодится, чтобы они понимали детей. Если будете детей понимать, то они обязательно пустят в свой добрый, ласковый детский мир.